Пожалуй, с детства в руках я не держала вот таких сосулек. Мы их отрывали, некоторые даже пытались использовать в качестве фруктового льда. Если я вот эту сосульку уроню, то она просто разлетится. Другое дело, если вот такая глыба просто сорвется с крыши и упадет вниз. Благо, если рядом не будет ни людей, ни автомобилей, потому что последствия могут быть плачевными. Почему мы об этом предупреждаем? Да потому что погоду все еще продолжает кошмарить. Сегодня у нас плюс четыре, но уже завтра температура резко опустится до минус трех. А значит, все, что тает сегодня, намерзнет завтра с новой силой. А учитывая, что МЧС завтра выдали экстренное предупреждение о сильном ветре, особенно важно держаться даже не в метре, а желательно в двух или в трех метрах от вот таких вот домов с сосульками. В целом же погода пока на неделе нас радовать не будет. В среду, 19 апреля, у нас минус два днем, но очень холодная ночь, минус 11 градусов, будет идти снег. В четверг снег также продолжится, ночью минус 8, днем 0 градусов, и снег перейдет уже в дождь. В пятницу дождь продолжится, 4 градуса тепла, но ветер в эти дни будет не такой сильный, как, например, завтра. Ну и закончим обращением к управляющим компаниям. Помните, пожалуйста, что вот такие вот наросты ледяные на ваших домах – это зона вашей ответственности и безопасность ваших жильцов. Алена Крашенинникова, Степан Майер, Новости Прима.